Напомните мне потом. Здравствуйте, уважаемые дамы, господа. Мы продолжаем наш замечательный курс. Сегодня мы пришли к недельной главе. Так, напомните мне, Анна, пожалуйста. Так, это Ваишлах. Ваишлах, Ваишлах. Так, а, да, конечно. И разбираем мы из нее 35-й парадель. И его не было в предыдущие годы. Так, нас сегодня немного, но мы в тельняшках. Меня видно, меня слышно, я надеюсь, да? Да. Демонстрации тоже видно. Прекрасно. Итак, Ваишлит Перек Ламет Хей. И еще раз спасибо Анне, она у нас сегодня присутствует. Ну что же, так, ну я надеюсь, у нас появятся наши постоянные участники. Так, итак, альф. Ва-Йомер Олугим Эль-Яков. Кум, але, бейт-эль, вешэп шам. Ва-асэ шам мисбэях ла-эль анир-ээ-элав. Бэ-вар-хэ-ха. А, сейчас я точно скажу. Бэ-вар-ха-ха. Мип-ней, э-сав, хиха. Переводим. Скажи сильный Яков, встань, это императивное приказание, поднимись в бейт-эль и, ну буквально, поселись там и сделай там жертвенник Всевышнему, который показался. А, нир-э, это ниф-аль, пасив под беньяна, па-аль, глагол ра-авидеть. Который показался тебе, который был увиден тобою, так, при побеге твоем, когда ты убегал от лица эй-сава брата твоего. Так, ну мы затронули этот момент, что Яков обещал построить жертвенник. Но не построил его до сих пор. Он ошибочно рассуждал, что раз Бог присутствует везде, то не все ли равно, где ставить жертвенник. Но Всевышний обещал, извините, ожидал исполнения именно вот этого обещания. И вот теперь это говорится Якову прямым текстом. Теперь, Бэт, пожалуйста, Анна. Так, байомер Яков, эль, байтом, эль, коль ашэр, имло, асру, эт элукэй, анаха, анехар, асиру, эт элукэй, анаха, анехар, асиру, эт элукэй, анехар, ашэр, бэтохэхэм, а тагару, а тагару. Витагару, так, точно, да. Витагару, вэ, а, халифу, сэмлатэхэм. Здравствуйте, Тимофей, мы вас вспоминали. Шалом, шалом, еще вообще не задержался. Да. Как раз успели, да, в вашей очереди. Так, анахару. И сказал Яков своему дому, и всем, кто с ним, хасру удалите, уберите богов чужих, чужеземных, которые бэтохэхэм, которые у вас внутрь. В среде вашей, да. То есть, вас оттагару, и почиститесь, умойтесь, очиститесь, и ахалифу, сэмлатэхэм, и вам перемените одежды. Ну, в прошлом году мы читали историю несчастья, которое случилось с дочерью Якова, как потом были наказаны за это жители Шхэма, и, соответственно, там была взята всякая разная добыча. В том числе, вы могли какие-то попасть вещи с идолами, с какие-то фигурки, может быть, золотые украшения или одежда с какими-то рисунками, что-то такое. Поэтому вот это надо убрать. Понятно, понятно. Да, спасибо, спасибо. Так, Ада прочитала Бет, теперь Тимофею, пожалуйста, достается Гиммел. Спасибо, Анна. Так, и поднимемся на накума. Да, да, да. Да, накум. И встанем, мы встанем, да. Это полная форма будущего времени. Накум, накума. Веналэ, и поднимемся. Да, в Бет-Эль. И сделаю там жертвенник, к Всевышнему. Я думаю, что ОНЕ здесь все-таки в значении отвечать ОНЕ. Ой, а что-то я... Почему-то у меня, почему-то другое выскочило. Но есть и такое, да, есть и такое значение, но здесь не ОНО. Ответивший, да, ответивший мне, вот. Да, который ответил мне. Я думаю, что у меня день стеснения моих, страданий моих, и будет, и был со мной, или здесь в Айпухе. Да, и был со мной, да. Да, и был со мной в дороге, в которой шел я. Да, совершенно верно. Да, спасибо, Тимофей. Так, Лена у нас слушает, поэтому мы... Да, спасибо. Прекрасно, прекрасно. Прат, так далее. Ва-итну эль-Яаков, э-коль-эл-о-хей-а-ны-хар, э-шэр-бай-адам, вэ-эт-ха-ны-замим, э-шэр-бэ-озны-эм, ва-итмон, э-там-Яаков, тахат-ха-э-ла-э-шэр-им-шэхэм. Так, о-з-ны-э-гэм, потому что а-ли здесь огласован Камазка-царь. И далее, якову, всех богов чужих, которые в руках их, и незэм – это украшение в виде носового кольца. И кольца носовые, которые в их о-з-ны-эм, в их ушах. То есть, очевидно, незэм – это кольцо, которое и на ухо, ухо тоже украшает. Значит, слова «итмон», «таман» – значит «прятать». И спрятал их яков под деревом э-ла. Переводит это обычно, что это фисташковое дерево, которое рядом со шхемом. «Э-ла». Да, да, да. Я встречал и другое определение «э-ла», но это не принципиально важно. Так, прошу вас, Анна. Давайте, я попробую увеличить вот так. Вот так. И вышли или вышли в путь. Двинулись, да? Да, и был страх Божий, как бы, на городах, которые вокруг них, и не преследовали сыновей Якова. То есть, жители окрестных городов, которые, как они опасались, могли отомстить за жителей Хэшхэма, за жителей Хэшхэма, которых там сыновья Якова практически всех, практически всех, стребили. И никто мстить не стал, хотя, в общем, было опасение, что могли бы, но не стали. Да, да, да. Спасибо, Анна. Я добавлю, что в полный текст Филата Дерах входит вот такая вот фраза. Ее читают некоторое количество раз. И, кроме того, у хабадников есть книжечка, которая включает в себя Хумаш, Тегелим, Салмы, и хабадскую книгу под названием Танье. По первым бокам аббревиатура. Это книжка, которая называется Хитат, или они ее называют Хитас. Да? Вот, очевидно, по аналогии вот с этим словом. Хита. С Эй, где Эй переходит в Тав, в Смехути. Хитат, Элукин. Так, прекрасно, Анна. Тимофей, Вафф, пожалуйста. Вафф. И пошел Яков в Лузу, который в земле Кнаан. Он, Бейт, Эль. Он же и Бейт, Эль. Да, он же и Бейт, Эль. И весь народ, который с ним. Он, здесь вот Ги, это в значении Он, то есть Бейт, Эль. А здесь В в значении Он, Яков. Да? И весь народ, который с ним. Да. Да, совершенно верно. Так, теперь снова, снова я. Зайн. А не, минуточку. Да, все правильно, я занят. Ваивен шам мизбеях ваекра ламаком эль бейт эль. Ки шам ниглу элав айл им. Бе вархо мипней ахив. Бе вархо. Здесь тоже Камадская царь. Так. И построил там жертвенник. И назвал это место бог Бейт, Эля. А само название Бейт, Эль, значит, дом бога. Так. Потому что там раскрылся, открылся. Так. Галуй – это открытый. Так. Ему всесильный, когда бежал он от лица брата его. Так. Ну, нигле – это открытый. Так еще этим словом обозначает. Открытую Тору, то есть письменную Тору, в сравнении с Нистар – это Тора скрытая. Тору – это, ну, что-то близкое к Кабале. Так. Это она и есть. Да. Пожалуй. Ну, просто никто не знает, что именно отнести к Кабале, где точно проходит граница. Поэтому можно туда попасть и что-то не совсем. Так. Прошу вас, Аннахет. И умерла двора, кормили царивки. И погребли, и была погреблена Таха под рядом с Байтелем. Под деревом. По Алон – это дуб. Что по всем по-другому. Под дубом, да. Под дубом, в икра. И назвали место это Алон-Бахут. Ну, вот, комментаторы пишут, что тут как бы, наверное, как некий намек на то, что умерла двора. Не только двора, но каким-то образом Яков узнал, что и мать Ривка тоже умерла. Тоже умерла. Поэтому вот каким-то образом таким намек дается. А почему открытым текстом не говорится? А потом, что она была матерью не только Якова, но и Сава. И могли люди сказать, что вот, мол, умерла та, которая, значит, породила такого человека. Умерла, а хоронит ее кто? Эй, Сав, да. Да, чтобы не было лишней разданного нарекания. Да, вот Сав, как ни странно, при всех своих качествах, он очень почтительно относился к родителям и за ним ухаживал. Ну, да, это митцва, которую выполнял безукоризненно, даже лучше, получается, чем Яков, да. И за это ему положены награды, каковое он и получает в этом мире, да. Но обратите внимание на слово томат и не путайте с соответствующим соком. А теперь, пожалуйста, Тет, естественно, Тимофей. Тет. Ро-э, да, увиделся, был увиден, да, показался. Но мы знаем, что есть еще корень югреш-алеф, который означает страх перед Богом. Ну, здесь, конечно, ра-а. Спасибо, Тимофей. И сказал ему всесильный, имя твое, Яков, не будет читаться, не будет называться имя твое более Яков. Яков, а только А-Исраэль будет имя твое. И назвал имя Исраэль. То есть Бог подтвердил то, что Якову сказал посланец его, ангел. Но обратите внимание нашей комментаторы, что в дальнейшем Яков иногда называется и именем Яков. Тем не менее, народ, который произошел от него, называется Бен-Исраэль. Хотя Бейт-Яков тоже используется. Так, прекрасно. Анна, просим юг, алиф. Да, вот сказано, что Яков, потому что это намек на человека, который действует хитростью. Экев хитростью. А вот Сраэль – это слово сар там в корне, то есть такой властелин, хозяин. Ну, можно это прочитать и как яшар. То, что действует открыто, и, значит, это совсем в другой качестве. То есть, да, теперь Якову как бы по праву досталось то самое благословение, которое он много лет доказывал, что оно действительно ему принадлежит. Да, да, да. То есть его же не подтвердили. По праву получил это благословение от отца как бы хитростью, но он потом много лет доказывал, что действительно имел у него право. Ну, что так оно и должно быть. Так. Так, значит, юст аля, да, получается. В ее милу эллахим. Они, вот как это прочитать лучше? Эль шадай. Здесь мы читаем фтору. Мы имеем право читать, как оно есть. Ну, хорошо. Пре-урвэ. Гой у кагаль-гоим. И е немека. У малахим. Махала-цеха. И сказал им, что именем Всевышнего. Ну, вот назвал себя одним из имен Всевышнего. Я бог всему. Махала-цеха. Или всесильный. Да. Владись и размножайся. Народ и сообщество народов произойдут от тебя. И цари из, как бы, из, так сказать, чресел твоих выйдут. Ну, вот они пишут, что здесь народ, это вот, именемок на колено. Правильно? То есть, вот, 12 колен. Даже 13, получается. То есть, там будут и, будет и народ. Как считать, да. Из одного, вот, колено Йосифа будет несколько. Выйдут два сразу народа. Два племени, два народа. Так что, и цари, соответственно, тоже произойдут там, где-то из его потомков. Так что, там все нормально. Да, 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 верно. Да, спасибо, спасибо, Анна. Так, Тимофей, Ютбет, пожалуйста. Ютбет. И землю, которую дал я Аврааму и Цхаку, тебе дам. И потомство твоему. Дам ее, этнена. Этнена, дам ее, и потомство твоему, после тебя, дам землю. Эту. Да, совершенно верно. То есть, подтвердил Всевышний право именно Якова на эту землю, да, из всего потомства Авраама. Ютгимел, спасибо, Тимофей, читаю Ютгимел. Вая аль, ме алав, элухим, бамаком, ашер дибер, и то. И поднялся от слова оле айн, ламет, и гейкат, пропадает, от него Всесильный на том месте, на котором говорил с ним. Так. Пожалуйста, Анна, Ют, далит. Так. Ваяцев, яков мацева, бамаком, бамаком, ашер дибер, и то. И установил Яков Мацева памятник, памятный знак, на месте, в котором говорил с ним, говорил со Всевышним, имеется в виду. Памятник, каменный памятник, вылил, налил на него возлияние и полил его маслом. Маслом, совершенно верно. Спасибо, Анна. Мацева – это камень, поставленный вертикально. Камень, который природно должен лежать горизонтально. Человек ставит его вертикально. Это сразу заметно именно как знак некоего места. Теперь «несех» и «ясах» – это коренные слова. «Несех» – это действительно возлияние. Обычно, обычно имеется в виду возлияние вина, но были и возлияния воды. Как мы знаем, например, суккот в храме. И термин «яйн-несех» относится к вину, которое могло быть посвящено идолам. И евреям, соответственно, сопрещено. Особые требования нас к вину. Теперь «йцок» – это отливка. Но есть некий металлический предмет, изготовленный методом литья. Вот и здесь в значении «полил-возлил» – «шемен», оливковое масло. Ну вот, как освещение этого памятника. Так, прекрасно. Так, это Вафф. Да, Тед, Вафф, пожалуйста. Тимофей. Да. Ваинкрая «яков» – это шем армакома шеф дебер и то шам эллахим бетель. И назвал Яков имя, место, на котором говорил с ним там Всевышний – Бетель. Бетель – буквально дом Бога. Есть такое поселение и сейчас в Израиле. Ну, в общем-то, даже такой город. Да, спасибо, Тимофей. Тед, соответственно, заин. Ваисуми Бетель, Ваихи Ауд, Иврат Аарец, Лаво, Эфрата, Бателедрахэль, Ватыкаш Балидта. Да, и двинулись из Бетеля, и было еще Кевра. Кевра – это некая мера длины земли до того, как прийти в Эфрату, то есть не доходя до места Эфраты. И родила Рахель. Ватыкаш – от слова каше. И трудно было родить, да? Затруднилась она родами, буквально так. Роды были тяжелы. Так, лидата, голид, елед, лаледет – это вот все слова от корня, означающие родение. Так, а теперь Юдзайн, пожалуйста, Анна. Так, иги Акшота, Балид, лидата, Ватумир, Лах, Амайеледет, Лам, Амайеледет, Альцер-Ин, Кегам, Зе, Лах, Бен. И когда она, ну, мучилась, видимо, в родах, сказала ей повитуха, вот у меня слова почему-то нет, что не бойся, ибо у тебя сын, и это тоже сын. Да, тебе сын, совершенно верно. Мы встречаем это слово в начале книги Шмот, так называется шифра Ипоа. Спасибо, Анна. Так, Тимофей Юдхет. Юдхет. И была при выходе души ее, потому что умерла. Умирала. 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 Да. И назвала имя его сын мучений моих. Бен-Они. Да. Отец назвал его Вениамин. Да. А Тимофей, да, есть объяснение, что Яков не хотел, чтобы имя сына напоминало ему каждый раз о смерти его любимой жены. И вот поэтому дал имя по созвучию другое. Теперь я. Ват-Амат Рахель. Ват-Ти-Кавер. Бедерих Эфрата. И Бейт-Эль. И умерла Рахель. И была похоронена. Ват-Ти-Кавер. Это пассив от Ле-Кавер. Извините. Это пассив от Ле-Кавер. И была похоронена в дороге. То есть по дороге в Эфрат. Это Бейт-Лехем. Эфрат это Бейт-Лехем. Мы знаем место, которое считается могилой Рахели. И на самом деле было некое сомнение. Потому что вот это место входит в черту Бейт-Лехема. А скоро говорит по дороге к Бейт-Лехему. И вот известно, что Рамбаму задавали такой вопрос. Как же это так? Что же это за противоречие такое? И Рамбам ответил вроде бы, что вот это место считается. И пусть себе считается. Даже если на самом деле Рахель похоронена в другом месте. Вот это место свято для нас. Так, теперь, пожалуйста, Кав. Да, это Анна берет. Да. И установил Яков памятник на могиле ее дома. Это памятник, надгробный памятник надгроби. Или погребальный памятник Рахель. И до сего дня. Да. Да, вот так. Спасибо, Анна. Пожалуйста, Тимофей Кав. И буквально склонил свой шатер. Его имеется в виду, что постепенно он передвигал свой шатер. То есть кочевал как бы. К Мигдаль Эдеру. Единое место такое. Туда далее, к слову Мигдаль Эдер. Мигдаль – это мы знаем. Башня Эдер – это сада. Ну, очевидно, что-то связанное с выпасом скота. Так. Ага, спасибо. Теперь Яков Пет. Я перевожу дословно. Как всегда. И было в то время, как... Вот тут я не хотел бы использовать слово... Пожил, пал, кочевал, да? Исраиль в этой стране. И пошел Ровен. И лег с Билыхай, наложницы отца своего. И услышал Исраиль. И было сыновей Якова двенадцать. И, очевидно, Анна нам скажет пару слов из комментариев к этому абзацу. Ибо это важно. Буквально, ну, комментаторы говорят, что, разумеется, не стал, не совершил сын Якова такого ужасного поступка. Он просто как бы решил как бы несколько вмешаться в личную жизнь отца. Поскольку после смерти Рахели Яков перенес свою постель в шатер наложники. Ну, как бы своей, ну, может быть, другой жены. Служанки Рахели. Билла ее служанка. Ну, как бы, ну, это она любимая жена. А это служанка любимой жены. А сын, наверное, ну, как рассердился. Почему, почему не его мать? Почему не Лея? Почему? Она же вторая, можно сказать, по старшинству. То она вообще должна была быть главной женой. Это теперь в любом случае. Но поступок был, конечно, совершенно непростительным вмешательством в личную жизнь отца. И вот всяческое порицение. Но вот специально тут говорится после этого описывая поступка. Говорит, что сыновей Аква-12. То есть, что ничего такого страшного не случилось. Что он по-прежнему, Ровен, его сына. И, в общем, один из его сыновей. И как и если бы он, на самом деле, что-то ужасное совершил. Он, конечно, не стал бы, не мог бы претендовать на то, что он по-прежнему такой же сын, как все другие сыновья. Ну, и, конечно же, если бы речь шла о кровосметительной связи, то наказание Ровену последовало бы весьма строгое. Несмотря на то, что он сын Якова. Точнее, точнее мы знаем, что именно к праведникам Всевышний особо строго относится. Так, а теперь... Так, это читал я. Теперь Аня, пожалуйста, как гибел, да? Так. Так, это перечисляются сыновья. Все сыновья Якова. И сыновья, вот, значит, сыновья Лии, первенец Якова Ровен, и Шимон, и Ливи, и Гуда, и Сахар, и Зулун. Да, совершенно верно. Даже мы видим, что здесь Ровен назван первенцем, да, хотя мы знаем, что из благословения первенца ему ничего не досталось. Именно вот, как дальше Яков объясняет по этой причине, да? Спасибо, спасибо. Бней, Леа, сыновья Лии. Сколько их было? Шесть человек, да? Ну, я напоминаю вам, что имя Исахар пишется с двумя буквами син, но произносится, как правило, одна буква Исахар. Так, теперь попросим Тимофея, наверное, два посука прочитать. То есть тут они, короче... Да, давайте, они маленькие. Бней, Рахель, Йосеф и Бениамин. Сновья Рахели, Йосеф и Бениамин. Убней, Беля, Шипхат, Рахель, Дан, Ве, Нафтали. И сновья Белы, Служанки Рахели, Дан и Нафтали. Да, совершенно верно, Шипха. Так, теперь я беру... Ну, давайте я один возьму. Кафа. Увней, Зилпа, Шипхат, Леа, Гад, Ве, Ашер, Эдебне, Яков, Ашер, Юлад, Ло, Бефадан, Арам. И сновья Зилпы, Служанки, Леи, Гад и Ашер. Вот эти сыновья Якова, которые родились, которые были рождены ему в Адан-Араме. Каф, Зайн, пожалуйста. Так. Так. И пришел Яков к Цхаку отцу своему мамре кирьят арбе. Вот, видимо, вот эта дубрава кирьят арбе, которая Хеврон. Да. Где жили, в котором жили или где жили, жили там Адан-Арам, это факт. Ну, тут просто комментарий длинный бы вышел, поэтому я его не стала сюда запихивать. Ну, Раша пишет, что это не хронологические последовательности, тут сообщается, что пришел Яков к Цхаку спустя много времени после ее описывания. Не сразу, да. Сразу, да. Там он даже приводит расчет, как там все происходило, когда умер ей, когда умер Цхак, как там чего. Дальше говорится о смерти Цхака, но она произошла намного позже всего происходящего. Так, понятно. Так, благодарю вас. Теперь, Каф, Хэт, Тимофей, пожалуйста. Пожалуйста. Каф, Хэт. Ва и ю, я мэй Цхак, мэ ад шана у шмонимшана. И было вне Цхака сто лет и восемьдесят лет. Да, так оно и было. Так. Каф, Тет, ва и гэва, Ицхак, ва я мат, ва я сэв, эль амав, за кэн, у сэ ва я мин, ва иг беру, о то, эсав, ва яков, ва нав. Ва и гэва, и скончался, умер, Ицхак. И умер. Значит, здесь два слова, я не знаю точно различия между ними, да. Гава, это, в принципе, это тоже тело, мертвое тело, да. Ва имрухи гевиоти, по-моему, там, этот корень, да. Ва адонула. Да, им вместе с телом и... Да, мне кажется. И умер, и приобщился буквально к народу его пожилой и насыщенный днями. И похоронили его, эсав и яков, сыновья его, говорят наши мудрецы, что эсав тут по-прежнему, тут еще раз проявил иновление чувства к отцу. И, да, вместе с яковом, в общем, не враждуя, да, похоронил, похоронил Ицхака. Здравствуйте, кто к нам присоединился? Да, если мы... Это, по-моему, Людмила, у нее, видимо, просто что-то с интернетом или со звуком, она не может присоединиться. Ну, хорошо, если что-то получится, мы с удовольствием передадим ей микрофон. Так, а сейчас тогда, собственно, все, да. Мы дочитали этот параграф. Так, а теперь у нас осталось время и, опять же, отдельное спасибо Анне, которая подготовила для нас еще и Тегилим. Сейчас я его выведу на экран. Так, и сделаю вам демонстрацию. Тегилим, Тегилим, Тегилим. Так, где это у меня? Это решит. Вот оно. 148-й, напоминаю, он пред-пред-последний. Так, всего их 150. Это один из тех Тегилим, которые мы читаем в каждой внутренней молитве, называя это Алель-Шель-Ём. Давайте попробуем его разобрать. С вашего позволения я начну. Алли-Лу-Я. Алли-Лу-Эт-Хашем ми нашамаем. Алли-Лу-Би-Ме-Ром-Мим. Алли-Лу-Восхвалите. Так, прославьте. Ю-Эй – это одно из имен Всевышнего. Итак, Алли-Лу-Я – это восхвалите Бога. Восхвалите Всевышнего с небес буквально. Восхвалите в вершинах. Просто вершины. Ме-Ром-Мим от слова Рам-Ля-Гарим – поднимать. Так? Ан-Н-Бет. Да, Бет. Алли-Лу-Гу-Коль-Малахам. Алли-Лу-Гу-Коль-Са-А. Восхвалите его все ангелы его. И восхвалите его все войско, воинство его. То есть, наверное, отца-ва цали. Бет-Алли-Ф – это войско. Так. Тимофей, пожалуйста, Гимель. Гимель. Алли-Лу-Гу-Шемеш-Ве-Ярех. Алли-Лу-Гу-Коль-Кохвей-Ор. Восхвалите его солнце и луну. Восхвалите его все звезды светящиеся. Да, да, да. Так. Да, совершенно верно. Я не appliance-alsстан. Я не encaps terrifying. Так, Electronicboaring, Автор сетеки – Viv ide. Берн-Лу-Гу-Коль decide, 방 economистик. Да, думаю. За кадром, Али – Али – али-Лу-Гу. Как принято, так сказать. Продолжение следует... Я здесь, я здесь. Меня выкинуло из трансляции. Я повторю. Алла-Лугу, Шмей. Ага. А, смотри, Лидович. Так. Прославьте его небеса небес. Шмей – это как смехут Шамай. Ушла демонстрация, демонстрация ушла. А? Демонстрация ушла. Демонстрацию сейчас сделаю. Сейчас сделаю. И вода, которая над небесами. Так, я включаю демонстрацию. И Людмила у нас участвует, да? Да, конечно. Прекрасно. Так. Вот тебе, пожалуйста, организатор. Отключи демонстрацию. Крану участвует. Так, а я теперь уже не организатор. Да, я, наверное, не смогу без помощи Натана. А Натан с нами попрощался. Ну что же, верьте нам, мы читаем текст без искажений. Вот, либо раскройте книжку Телим и Сидор и прочитаем. Я вам сделала, я вам сделала организатор. А, вот она как. Хорошо, еще лучше. Демонстрация. Так, тогда вот так. Что-то, Людмила, у нас ничего не хватит. Так. Ага. Людмила, если вы... Какой Телим? Да. 148 Телим. 148, да. Так. Наверное, гей достается Анне, а потом мы попросим и Людмилу, да? Ну, конечно, естественно. Так. Раз. Хорошо. Ихалелу. Этшимашен киву. Цыва ваневрау. Восхвалить имя Всевышнего, ибо он приказал, и оно было создано. Отворено. Да, да. Невра, как бара в Невале. Спасибо. Так. Вав тогда, Тимофей. Да. Вав, стой. Сейчас Вав будет, да. Так, Вав. Ва-Я-Ми-Дэм, Ла-Ад, Ле-У-Лам, Хок, Натан, Блё, Я-Гор. Так, Ва-Я-Ми-Дэм установил их. Да. Ле-У-Лам. Ла-Ад, Ле-У-Лам. Да. Навсегда закон дал, и не поменяет его. Да, совершенно. Ла-Я-Гор не изменится, не пройдет. Так. Спасибо, Тимофей. Теперь передаем Людмиле. Пожалуйста, зайдите. Алло, алло. Людмила. Видимо, что-то с интернетом, наверное. Так, могло, да. Да, Людмила исчезла с экрана. Так. Ну, тогда, наверное, я возьму. Да. Да. Прославьте Всевышнего со земли. Слово Танин в современном говорите – это крокодил. Вот. Но иногда и как змей, а я думаю, что может быть даже и дракол. Угу. Скилл Гом – это бездны, бездны. И все бездны. Так. Мне пишут, что соединение неустойчиво. Пожалуйста, если будет плохо слышно, напомните мне. Так, Анна, пожалуйста. Спасибо, Анна. Так, Тет, конечно же, Тимофей. Тет. Эарим, вихоль глаот, эт спри, вихоль аразим. Так, горы, холмы, деревья плодовые. И... Плодовые. Эрес – это кедр, по-моему, был. Эрес. Кедра. Это кедры, да, да, да. Кедры. То, что мы называем кедровыми орешками, это плод, по-моему, это называется кедровидная сосна, или что-то в этом роде. Сам по себе кедр – это немного другое дерево. Да. Может быть, здесь имеется в виду некое противопоставление кедра дереву плодовому. Возможно. Так, не появилась у нас Людмила, значит, тогда я беру ют. Ха, хая, вихоль бейма, рэмес, вецепор, канав. Словом, хая обозначается. Гейма – это животное домашнее. Итак, животные дикие и всякое домашнее животное. Рэмес, рэмес – присмыкающаяся. Так, и птица крылатая. То есть, буквально птица и крыло. Так. Так, Анна, пожалуйста, Юд, Алиф. Царь земные и все народы, князья и все судьи земли. Судьи земли совершенно. Так, Тимофей, Юдбет, пожалуйста. Юдбет. Парни и девы, старые и молодые. И молодые, совершенно верно. А ну-ка, девушки, а ну-ка, парни. Так, как сказал незабвенный Остап, да, вот это мой мальчик. Кто скажет, что это девочка, пусть первую просит меня к нам. Теперь Юд Гиммел я озвучиваю. И гав шмоле вадо ходу, аль эрец бен шамай. Восхвалите его, восхвалите, извините, имя Всевышнего, ибо вознес, ибо возвышено имя его исключительно. Вадо – это он единственный. Прославьте его на земле и небесах. Так, и Анне достается Юд Далет. Так, я Тимофею отдам. Прекрасно. Тимофей. Спасибо большое. Юд Далет. Вайерем, Керен, веамо, Тейла, Лехоль, Хасидав, Левне, Исраэль, Ам, Крово, Аллилуйя. Так, Вайерем, Керен, вознесем рог. Иерем, не очень. Керен – это луч и рог. Вознес рог, это выражение нам встречалось. И лим неоднократно, что оно означает? Возвысил, прославил, да? Прославил что? Лео, то есть народ его. Народ его. Так, молитва всякому праведному. И сына из Израиля. Да. Да? Да, да. Народ близкий его. Вославь Всевышнего. Вославьте Бога, совершенно верно. Вот эти вот пять тилим последние, тилим, они начинаются словом Аллилуйя и заканчиваются словом Аллилуйя. И оно так идет рефреном. Людмила, как-то вот так получилось, что вас выбросило из трансляции. Вот теперь мы уже закончили, мы разобрали 35-й параграф книги «Берейшит» и кто-то мой тилим. Спасибо всем участникам. У нас время-то еще осталось, я вот думаю, может быть, еще почитать. У нас следующий трилим, если бы открыть вот сайт, где весь тонах, то можно было бы, может быть, читать. Так, тогда если вы подождете, да, да, осталось времени достаточно. Да, вот сейчас я попробую. Так, нет, у меня что-то не открывается это. Сейчас я попробую делать немножко по-другому, подождите. Ну, закрыть надо демонстрацию вот эту и тогда посмотрим. Попробую. Так, вот попробую. Так, угу, угу, угу. Так, угу, угу, так, вот попробую тогда. Танах, танах, угу, угу. Так, тегилим, это тубим, вот оно. Что бы вы предпочли, Анна? Следующий тегилим, 149-й, да. Давайте попробуем. Так, вот тегилим, алиф, так, ага, вот, наверное, здесь. Угу. Так, не очень представляю. 149, попробую вот так. Искусственно сделать, да. Так. Нет, тоже не идет. Так. Тогда. Вот сейчас минуточку. Да, вроде бы получается у меня. 149 год. Вот так. Сейчас я делаю демонстрацию новую. Так. Что успеем, то мы сделаем. Так. Ага. Пошло. Тогда. Тогда, с вашего позволения, я начну. Аллилуйя. Ширу лааданай, шир хадаш. Ти лато бига. Воспойте Богу песню новую. Слава его. Он в обществе. Слово хасид буквально. Не будет чистить. Да, да, да. Совершенно верно. Пожалуйста, Бет. Она берет. Да. Исмах Исраэль Беосаф. Бенэй Цион Ягилу Ве Малкам. Возрадуется Израэль Беосаф. Имеется здесь создателю своему. Сыновья Циона возликует Бе Малкам. О царе своем. Гимел Тимофей. Спасибо, Анна. Гимел. Ягалену Шмо Бе Махоль. Бетов Бехинор. Не замру ле. Насвалим имя его в танце. Да, Махоль. Это может быть хоровод. Современное значение балет. Балет. Балет, да. С Бетов. Это ударный инструмент. Купим, да. И Кенор. Современного значения. Скрипка. Но здесь, очевидно, имеется в виду арфа. Арфа. Потому что Кенерет напоминает арфу охертаниями. Да. А Кенерет близок к такому треугольнику. То есть это не Лира, а скорее арфа. Да. И замру лоб. Воспоем ему. Да. Совершенно верно. Так. Так. О, Людмила снова ее выбросила. Какой-то знак. Так. Тогда попросим Анну. Как Людмила появится? Я вне очереди. Институт. Да, конечно. Кирот Сэшэмбэ Аммор. Эфаэр Аннавим Бешуам. Ибо благоволит Всевышний к народу своему. Эфаэр украшает. Как Терет, да. Да, украшает Аннавим смиренных помощью спасением. Совершенно верно. Аннавим, который пишется вот так, через Айн и Вау. Это... Аннава... Да. Аннава через Вет. Это галстук. Да. И есть еще Аннавим, который виноград. Тоже мы знаем. Так. Хорошо. Давайте, Тимофей, пожалуйста. Я в сторонке поставил. Гейл. Я зу хасидзим бэ хавот и ранену аль миш кэвотам. Так. Я лзу... Радость, веселье. Возрадуются, богочестивые в уважении, в славе. И возликуют... Буквально на ложах их. На ложах их. Да, корень шахав лежать, как лежать на кровати, как в ув шох бэ ха, ув кумэ ха. Да, да, совершенно верно. Так. Анна, пожалуйста, вам. Так. Румемот эль бигронам. Хэльф пифьет баядам. Так. Возвышенный, как бы вызывной, имею в виду, возвышенное словословие в горле их. А хэльф пифьет меч обоюдоострый в руках их. Совершенно верно. Пифьет. В руке их, в руке их. Да, в руке их буквально. В руке их, да, да. Так. Хэльф пифьет. Анна знает вот такое выражение, да? Замечательно. Это перевод. Это выражение. Но я просто не знаю. Это текст знакомый. Поэтому... Да, да, прекрасно. Так, Тимофей. Зайн, пожалуйста. Зайн. Делать месть среди народов и наказание среди людей. Увешивание. Да. Увешивание. Ну, там написано наказание. По переводу наказание, да. Наказание. Ну, Техехот мы помним, да. В отношении евреев. Ну, в двух местах, да. Техехот ба леуми. Леум. Леум. Народы. Так. Анна, пожалуйста, хэльф. Спасибо тебе большое, да. Да. Лаасор. Малахаем. Безиким. В них бедеем. Бахавлей варзель. Ну, лаасор. Заключить, заключить, связать царей их. Но безиким, вот по переводу в узы. Да, да. Них бедеем. Вельмушах в железные акулы. Них бад. Это уважаемые, от слова кого, да. Бахавлей варзель. Да. Хэльф, череская веревка. Хэльф, череская веревка. Да, а здесь другое. Железные цепи. Железные веревки, получается, да. Да. Хэльф, хавалин, да. Но это не про то. Ну, да, конечно. Так. Ну, Тимофей, конечно, тет. Прошу вас. Тет. Насон ба ген. Мишпад. Катуф. Гадар. Гу-ле-холь-хасидав. Аллилуйя. Так. Делать среди них закон, написанный. Писанный, да. Писанный. Адар. Адар великолепий. Да, великолепий его. Всем. Великолепий он для всех. Благочестивых его. Аллилуйя. Да, да, да. Да. Восхвалите. Восхвалите Бога. Да, совершенно верно. А на 150-й у нас остался? Или мы его сделали раньше? Нет. Ну, можно же сейчас его найти. Он маленький совсем. 5-5. Смотрите. Ну, в общем-то, время уже у нас закончилось. Закончилось. Извините, я не смогу. А, ну все-то, да ладно. Ну, давайте тогда закончим, оставим на сладкое. Ну, я напоминаю, что наши занятия посвящены восстановлению мира и исполнению планов всего. Так, всего наилучшего. До новых встреч через неделю. С Божьей помощью, чтобы мы слышали добрые вести. Всего доброго. Счастливо. Всего доброго. Пока. Выключаю. И так. Так, а вы записывали в облако там? Да вроде включена была запись. Сейчас я проверю на всякий случай. Сейчас должна. Так. Остановить запись. Да, остановить. Хорошо. Хорошо.